В крещенский сочельник митрополит ташкентский узбекистанский Викентий возглавил божественную литургию в Свято-Успенском кафедральном соборе Ташкента. А по ее окончании владыка совершил чин великого освящения воды, называемый агиасма. По древнему христианскому обычаю водосвящение происходит два раза в год. В крещенский сочельник и непосредственно в праздник Богоявления. Освящение в оба дня проходит одинаковым чином, поэтому вода, освященная в эти дни, ничем не отличается. Сам великий чин водосвящения назван так из-за торжественности самого обряда. В этот день воспоминается евангельское событие, повествующее нам об освящении естества воды через погружение в нее Бога во плоти. Именно это в церкви считают первообразом таинственного омовения грехов. Мы к воде должны относиться очень благоговейно, с особой любовью, с особым таким трепетом, потому что это наша живительная сила, которая оживляет наш организм и душевный, и телесный. Без воды мы не можем жить, потому что мы состоим из 80% от воды. Поэтому вода для нас это самая важная, самая нужная и живительная сила, которая нас содержит, и мы живем здесь на земле. Но через эту воду Господь сообщает ей особую силу благодати Божьей вот в этот день крещения Господня. И кроме того, чтобы она иметь такую силу для нашего здравия и благополучия, она еще имеет силу божественную, силу благодатную, силу освящающую нашу душу, наше тело. Именно поэтому издревле подвижники благочестия называют святую воду лучшим лекарством от всех душевных и телесных недугов. Ею и умывать больного можно, и постель кропить. А лучше, конечно, пить. Как и любую святыню, принимать благоговейно желательно натощак.